Что касается Беларуси, ну слушайте, меня упрекать не в чем. Я делал все для того, чтобы там был мир. Украина накануне последней нашей электоральной кампании подготовила кучу боевиков на своей территории. Они перебрасывали к нам оружие вместе с этими боевиками. Ни один человек задержан. Дальше, они раньше даже, чем американцы и европейцы, увели против нас санкции. Зачем? Это была фактически вторая страна, с которой мы торговали. Первом месте Россия, вторая Украина. Ну и много-много таких фактов до конфликта с Россией. Вопрос, зачем? Зачем обостряли отношения с Беларусью и провоцировали Россию? Ну что хотели, то и получили. Поэтому, конечно, это плохо. Для нас плохо, что воюют фактически две соседние страны. И очень близкие для нас, очень близкие. Мы не приемлем войны. Не приемлем не только с последней войны, когда мы потеряли каждого третьего жителя. Нет квадратного метра территории Беларуси, где не погибли бы люди. Это вы тоже хорошо знаете. Как же мы можем способствовать войне? Но вы должны понимать, мы союзники. Самые близкие союзники с Российской Федерацией. У нас теснейший союз, военно-политический. Мы это ни от кого не скрывали. У нас фактически единая армия. И мы проводили масштабное учение на юге. Тоже не скрывали. И то, что Российская Федерация часть войск использовала в своей военной операции после окончания этих учений. Кстати, после учений Россия начала выводить войска с Беларуси. И все началось с провокации. Опять же с провокации. Украинцы вдоль нашей границы выстроили четыре позиции Точка-У, ракеты, для нанесения удара по Беларуси. И наше счастье, что там еще оставались после учения войска, россияне это отследили и помогли нам поразить эти четыре позиции. И часть войск действительно с Беларуси ушли в Украину. Вот из того, что я обрисовал, это так штрихи, я должен был поступить иначе? Думаю, что нет. Последние события, которые развиваются, которые мы наблюдаем, вам не позволяют меня в чем-то упрекать. Потому что Соединенные Штаты Америки и Запад, вместо того, чтобы в Украине закончить войну, достойно сейчас закончить. Наоборот, нагнетают ситуацию, поставляя вооружение, оружие и так далее, и так далее. Смею вам заверить, что Россия, ну как тут проще сказать, слишком легко воюет в Украине. Это еще только начало, и надо вначале это закончить. Не надо нагнетать обстановку, и не надо нас упрекать в том, что мы на стороне России.